В Ахирате то, что посланник Аллаху салалу алейхи ассалям, он первый тот, кто откроет дверь Джанната. Так же сказано, что когда люди будут вести в ад и в рай, посланник Аллаху салалу алейхи ассалям обратился к сахабам и сказал Когда людей будут вести толпами, кого-то в рай, кого-то в ад, приближенный друг Аллаха, Ибрахима алейхи ассалям, будет стоять около рая с правой стороны, а я буду стоять около ада. И тогда сказали сахабы ему, посланник Аллаху салалу алейхи ассалям, я, Расул Аллах, почему ты, посланник Аллаху, не будешь стоять около рая? На что ответил пророк Мухаммад салалу алейхи ассалям. Это для того, чтобы если я вдруг увижу, если кого-то из моей умы, из моей общины будут вести в огонь, в ад, и уже на последнем этапе я хотя бы, я тоже за него сделаю заступничество, чтобы его не вводили в ад. То есть посланник Аллаху салалу алейхи ассалям будет, он единственный, кто будет заступаться за всю уму. Каждый пророк скажет, я, Рабби, на все, на все, о, Господь мой, спаси меня, я, Аллах, спаси меня, кроме посланника Аллаха салалу алейхи ассалям, скажи, я, Рабби, умнати, умнати, о, мой Господь, моя община, моя община. Несмотря на это, говорит, даже на последней стадии я буду стоять около ворот ада, если кого-то будут вести в ад, чтобы я притормозил и еще попросил Аллаху салалу ассалям, чтобы он его не вводил в ад. Посмотрите, какой... Всевышний Аллах сказал в Куране, описывал посланник Аллаха, он был по отношению верующим милосердным, милосердным. Не сказал рахмана, сказал рахима, милосердным.